Кто такой котя-монстр? Котя-монстр! Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И со мной сейчас здесь мой маленький котеночек, которого я спасла из канализации. И после долгих все-таки выборов и размышлений я решила, ребята, назвать это маленькое пушистое чудо Алиса. Так что нашего нового члена семьи кисоньку зовут Алиса. И вот у нее закончился карантин, она долго болела, и теперь пора уже знакомить наконец-то ее с другими животными. И сегодня будет Куда ты все время рвешься? Знакомство маленького котенка с четырьмя моими собаками. Если честно, у меня в жизни такой первый опыт. Я никогда не знакомила котят с собаками. Посмотрим, как это будет. А вы подписывайтесь скорее на канал, чтобы не пропускать новые ролики с этим маленьким чудом Алисой в Стране Чудес и другими моими животными. И давайте начинать. Ребят, после первого ролика про наш строящийся дом Magic House вы очень все просили хаус-тур. И у нас пока еще совсем не похолодало и не наступила зима, я, наверное, поеду в ближайшее время его сниму. Если вы хотите это видео, ставьте лайк, и тогда хаус-тур выйдет как можно быстрее. Буду надеяться, что скоро Алиса и все мои животные переедут в дом. Хотела выпустить этот ролик пораньше, но к сожалению не смогла, потому что у меня как я писала у себя вконтакте и в инстаграме если вы не подписаны, подписывайтесь, там всегда свежие новости. Болели коленки и теперь начали болеть бедра, в общем, болят ноги и мне нужно постоянно сейчас ходить к врачу, чтобы узнать конкретно что это за заболевание и что за диагноз. Но за животными нужно продолжать ухаживать, ведь они от нас очень зависят. И вот сегодня наконец-то мы будем знакомиться с песиками. А со здоровьем, я надеюсь, все будет хорошо. Но в любом случае, спасибо вам большое за поддержку, которую вы в соцсетях мне оказываете. Алиска, ты опять хочешь начать играть с моими волосами? Нельзя играть с волосами. В общем, я прочитала кучу разных статей о том, как познакомить котенка с собаками. И узнала, что, например, знакомство кота с собакой, когда кот жил в доме, а собака не жила, и вы ее привели, оно отличается от знакомства, когда собаки жили в доме, а кота не было. Также отличается, как знакомить котенка со щенком или котенка со взрослыми собаками. Но так как у меня уже все собаки подросли и прям совсем щенков Нет, я читала именно, как знакомить нового котенка, которого вы привели в дом, с собаками, которые там уже жили. Уже большую часть я сделала. Первое, что нужно было сделать, это поселить котенка отдельно от собак. Я это сделала сама по себе, потому что нужен был карантин на Лиске, ведь она болела. И дать время пожить котенку дома в отдельной комнате, чтобы собака или собаки, как в моем случае, знали, что кто-то есть, но еще не видели котеночка. После того, как котеночек уже пожил в своей комнате и собаки знают, что дома кто-то есть, я их запустила, если вы помните, я снимала видео, как я делала комнатку для Лисы. Я их запустила в ее комнату, чтобы они там все обнюхали, предварительно, конечно, ее забрав оттуда. Что ты делаешь? Зачем ты ешь цветы? Нельзя есть цветы. А ее, наоборот, выпустила из комнаты, чтобы она походила и понюхала все там, где живут собаки. После этого я дала им через щелочку в двери, в ее комнату, я приоткрыла слегка дверь, и такая маленькая щелочка через нее, они увидели друг друга прям на несколько минуток и понюхались. Все это я сделала, и вот теперь настал день, когда нужно познакомить их лично. Я держу сейчас Алису на руках и постепенно буду опускать собакам. Они впервые в жизни видят ее прям так близко. Так, как будет проходить знакомство? Обратят ли на нее внимание собаки? Собаки еще ни разу не видели ее так близко в таком доступе, но, по-моему, никто особо не обращает на нее внимания. Юми принесла мячик, и даже, по-моему, ее вообще не парит в присутствии Алисы. Алиса сидит, ворчит. Ай, Алиска, ты решила поиграть с Юми? Решила поиграть с Юминым хвостом. Юмичу, Алиса хочет поиграть с твоим хвостиком. Алиса пытается играть с Юминым хвостом. Я почему-то надеялась, что именно Юми, как младший самый ребенок, подружится с Алисой. Ну и, конечно же, я надеялась, что Софи тоже с ней подружится. Именно Софи и Юми больше всего интереса проявляют к Алисе. Эйвен, как всегда, спит у нас. Миша, по-моему, вообще пока не понимает, что происходит, или нервничает. Юми там, Алиска там пытается играть с Юминым хвостом. Софиша пытается изучить ее, потрогать ее. Да она просто пытается понять, кто ты. Эй, ну вы че? Алис, ну дай им пообщаться с тобой. Давайте все дружить. Ай, прыгнула такая к ним сама. Ей очень заинтересовал Юмин хвост. Она прям им хочет играть. Я контролирую процесс. Вот, сейчас Алиска зашипела на Софишу. Алис, София тебе не желает зла. С одной стороны пытается играть, с другой стороны злится на них. Миша боится даже понюхать Алису. Алис, ты че, защищаешься от них? Софиша даже никак на нее не напала, ничего понюхала. А Алиска попыталась лапой защититься, но не царапается, не нападает на нее. Так, все-таки Юми и Софи решили подойти познакомиться. Юми пытается познакомиться. Софиша обнюхивает ее. Малявка пытается что-то ворчать на них, но не нападает. Алиса пришла к Эйвену, который, по-моему, ее даже побаивается. Софиша пытается познакомиться все-таки. Пошла и Миша к ней знакомиться. Да, это Алиса. Это Алиса. Алиса выбрала защитником себе Эйвена. Да он сам тебя боится, по-моему. Алиска, это твоя игровая станция. Твоя. Смотри, Юмичу тебя пытается разыграть. Ребят, напишите в комментариях внизу, какой у вас питомец. Кошка, собака или еще какое-нибудь животное. Может быть, как у меня, хомячки или муравьи или попугайчики. И мы будем знать, какие мэджик-питомцы есть еще в нашей большой волшебной семье. Ну, ладно вам. Давай, котомонстр. Они хотят с тобой дружить. Смотри, они же даже на тебя не нападают, не бьют тебя. Могли бы другие собаки, которые кошек не любят, дерутся с ними. А они просто смотрят на это чудо, как что-то инопланетное. Наблюдают за ней. И просто не понимают, что происходит сейчас. Что это за зверь такой? Котомонстр такой. Просто с таким интересом они это делают. Девчонки наблюдают. Эйвену вообще пофиг, по-моему, на кота. Кто чихает? Кто чихает? Что это за зверь такой? Что это за зверь такой? Они такие все смотрят, наблюдают за ней и думают, что такое происходит вообще? Что это за зверь такой? Малявка пытается играть с Юминым хвостом. Она не понимает, что это часть тебя, Юмичу. Или она хочет поиграть с тобой? Софи просто гипнотизирует ее. Она просто прям в упор смотрит. Я думаю, что сейчас я оставлю их всех в одном помещении. Но, конечно же, я буду вместе с ними рядом наблюдать, что как происходит. Чтобы не произошло никаких непредвиденных ситуаций. Никто ни на кого не напал. Никто никого не обидел. Контролировать процесс. В общем, я буду весь этот процесс сейчас контролировать. И продолжать наблюдать за их знакомством. И, Вась, может, ты обратишь внимание? И Вась все-таки решил перебраться, видимо, для наблюдения в другую лежанку. Но он особо не интересуется котенком. Знакомство прошло успешно. То есть, никто ни на кого не нападает, не убивает никого. Собаки не гоняют котенка. Котенок не бьет, не царапает собак. Мне кажется, это знакомство можно снимать бесконечно. Потому что я думаю, что обязательно еще произойдет в ближайшее время какой-нибудь смешной момент. И эта малявка освоится. И начнет все-таки больше общаться с ними. Ой, ну ладно вам, вы че? В общем, я буду наблюдать за тем, что дальше происходит. А вы ставьте лайк этому видео, если хотите скорее хаус-тур по Мэджик Хаусу. Пишите в комментариях, какие у вас питомцы. Эй, не деритесь. И подписывайтесь на этот наш канал и на другие наши каналы. А я буду держать вас в курсе всех событий. Пошла к Эйвену в лежанку. Через пару часов малявка забралась к собакам в лежанку. И они ее, по-моему, даже не прогоняют. Да? Миша положила лапу, на лапу Юми и сказала. Не грусти, дочь. Не бойся, все будет хорошо. Не будем ругаться. Будем жить дружно. Она вон засыпает уже. Не забывайте подписываться на ВКонтакте, Инстаграм и другие соцсети. И скоро увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok